Для нового реабилитационного центра в Дубасарах построили две независимые трансформаторные подстанции. Если одна выйдет из строя, вторая будет бесперебойно давать свет. Еще одну современную подстанцию установили в центре города. Это часть программы модернизации электросетей. Данная подстанция была установлена всего лишь за один рабочий день. Поэтому наши потребители, думаю, даже не заметили. Приехали вечером с работы и увидели новую подстанцию, и свет у них дома есть. Старой подстанции было около 60 лет. Она вся проржавела, теперь здесь современная. В случае неполадок электроэнергию быстро отключат и поломку устранят. Новая подстанция питает несколько пятиэтажек и часть центра в Дубасар. Отделение милиции, теплопункт и десятки частных домов. На улице Комсомольской, это тоже центр Дубасар, построили дополнительную линию электропередач. Раньше во время аварии весь район порой оставался без света. Теперь такого не будет. При порывах ветра, каких-то казусах с природой, люди этого не чувствуют. Они даже не понимают, что если раньше было короткое замыкание, свет погас, и свет, то на данный момент этого уже не происходит. Еще два года назад энергетики говорили, что сети находятся на грани коммунальной катастрофы или красной черты. Износ всех сетей был почти стопроцентным. Регулярно случались аварии, перебои со светом. Ситуация кардинально изменилась благодаря поддержке государства. Бюджет стал отдавать энергетикам разницу между реальной стоимостью киловатта и тем, что платит население. Эти деньги пошли на строительство новых сетей и замену оборудования. Государство начало погашать так называемую межтарифную разницу. Это позволило энергетическим предприятиям сверстать полностью свои инвестиционные программы и выполнять их в полном объеме. Это привело к тому, что мы отошли так называемые красные черты. Именно в надежности обеспечения бесперебойного населения, промышленных предприятий. В Дубосарах в рамках инвест-программы построят еще полтора километра линий с заменой опор и проводов по улице Первомайской, кабельную линию в районе микрорайона Коржева и установят новую подстанцию в селе Цебулевка. Все работы завершат до нового года.